Если посчитать с 2005 года по книжке «Древняка», то там, может, сотни тысяч уже выходят. Точную цифру не скажу, да. Около 100 тысяч – это точно есть. Арсен Смаилов уже 10 лет участвует в поиске и обезвреживании снарядов времён Великой Отечественной войны. На его счету 2600 боевых выездов, в результате которых уничтожено больше 300 тысяч взрывоопасных предметов. Спасатель признаётся, что за всё время не было ни одной одинаковой операции. Каждому снаряду нужно найти подход, оценить все риски и принять единственное правильное решение. Сапёр, как известно, ошибается только раз. 4 октября был награждён Орденом Мужества за разминирование авиационной бомбы СЦ-250 по адресу улицы Пластунская, 28. В данный случай, чем была сложность, вызывал тем, что взрыватель данной авиационной бомбы не позволял его транспортировать. И данная бомба находилась буквально в 10 метрах от жилых домов инфраструктуры города Севастополь. Арсен Смаилов принимал участие в разработке проекта по уничтожению опасной находки. Он называет эту операцию одной из самых сложных. Бомба имела взрыватель с пусковым механизмом, который срабатывает при любом воздействии. А также противосъёмное приспособление, которое исключало возможность его извлечь. В операции по обезвреживанию участвовало три человека. Пиротехники выполнили трудные и опасные задачи. В зону поражения снаряда попадали 292 жилых дома. Работы по обезвреживанию длились больше 8 часов. Изъятие основного взрывчатого часа происходило через заливную горловину. Заливная горловина где-то в радиусе 200 миллиметров. А сама длина бомбы около 600 сантиметров. И через это отверстие получается, чтобы не задеть ни взрыватели, два их там находилось, происходило извлечение данного вещества. Олег Лельков в этом году вышел на пенсию, но любимую работу не оставил. 10 лет работал водолазом-сапёром отделения подводного разминирования. Сейчас занял гражданскую должность водолаза-спасателя. За время службы он обезвредил больше 15 тысяч боеприпасов, среди которых авиационные и глубинные бомбы, торпеды, якорные мины. Награду получил за уничтожение ЛМБ-1000. Это немецкая авиационная донная неконтактная мина, которая была найдена на глубине, в Севастопольской бухте, на глубине 17 метров. Мина типа ЛМБ считается одним из самых крупных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Её вес – почти тысяча килограммов. Снаряд обнаружили на входе в главную бухту города, рядом с газопроводом высокого давления. ЛМБ опасна тем, что у неё ловушки-взрыватели установлены на разные действия движений, подъёма, шума. Объект был поднят на 3 метра от грунта, хотя глубина 17 метров. И отбуксировали из черты города её и уничтожили. Без последствий для города, жителей. Евгений Медведев не смог прийти навстречу. Он – третий спасатель, которого удостоили Ордена Мужества. Его наградили за участие в операции по разминированию мины типа ЛМБ. Награды такого уровня севастопольские спасатели получили впервые. Всего с начала года сотрудники МЧС обезвредили 1838 снарядов на суше и более 160 водной акватории Севастополя.